Вот опять же тот случай, когда end переводится как не и, а как а. Оба осознают предмет разговора, да, то они его тут же называют thing, и все. Возможно, что это и так, я здесь не имею права что-то корректировать. А он говорит listen. Нормально. Привет, друзья! Вы огромные молодцы! Вы самая лучшая аудитория! Вы выполнили условия, вы собрали лайки в кратчайшие сроки, соответственно, нужно держать слово. И вот вам следующая серия сразу же Черепашек-ниндзя. Погнали учить английский! Давайте пока вот этот кусок разберем, посмотрим, что сказано. Я люблю моменты с Микеланджело в оригинале. Здорово! Видишь, Дон? Мы можем завести, у нас может появиться. We can have our very own battleshell. Помните с very own? Такие вещи, как very first ninja rescue было здесь уже, да? Our very own secret weapon, Донателло уже тоже было в этом же мультфильме. Вот very own. Наш прям вот собственный, да, наш собственный. Our very own. Он мог сказать просто our own, но он сказал our very own. Наш очень собственный, our very own. Battleshell. Battle. Боевой. Shell. Панцирь, да? Battleshell он его называет так. I've even got a name for it! I've even got a name for it! У меня даже уже есть для него имя. I've even got a name for it! То есть я уже завел для него имя. I call it! I call it! Я назову его. The Battleshell! The Battleshell! У нас может быть свой Battleshell. Я уже даже имя придумал. Он будет называться Battleshell. Здорово! I got it all figured out, он говорит. I got it all figured out. Что такое figured out? Вот такая прям частенько встречающаяся англоязычная конструкция, которую вы многократно встретите. Продумано все когда. Вот когда все уже распланировано. I got it all figured out. Бывает, говорят фразу, I got my whole life figured out. Да, у меня вся жизнь уже как бы распланирована, уже все понятно, да? То есть когда что-то идет вот по какому-то плану, который есть, вот это называется figured out. И вот он сказал, I got it all figured out. У меня уже все распланировано. I got it all figured out. Turbo boosters. Turbo boosters. Turbo boosters. Ну, booster, некий ускоритель. А турбо ускорители. Double action traction. Double action traction, говорит. Не силен, конечно, я в какой-то механике в английском языке. Но traction это что-то вроде тяги. Да, и получается двойная тяга. Double action traction. Double action. Action это действие. Двойного действия. Тяга двойного действия. Что-то вроде такого. Если есть механики, которые разбираются в автомобилях и о том, как называются подобные вещи на английском языке. И как это можно перевести более профессионально, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Я буду очень рад на самом деле. Потому что вот чувствую себя ребенком, для которого, собственно говоря, для какого возраста этот мультфильм и делался. Потому что, да, вот представляете, нам там лет по 10. Мы такие смотрим. Нахватываемся каких-то словечек. Ребенок еще даже не знает, что это такое вообще. Но он уже пользуется. И вот, собственно говоря, сейчас мы в этом же положении, когда мы учим язык. Double action traction. Тяга двойного действия. Cool secret thingy shooting out the back. Cool, крутая secret, секретная thingy, thingy. Здесь получается thing, да, вещь, штуковина, да? Thingy, штуковинка. Shooting out the back, стреляющая. Shooting out the back. Из, out of the back. Из кузова. Какие-то крутые штуковины секретные, которые стреляют из кузова. We should be tricking out the armored car. We should be tricking out the armored car. We should be. Мы должны уже, да, что делать? Be tricking out. Вот, смотрите, что такое to trick out. Смотрите, вот здесь первая же ссылка. To dress someone or oneself, especially in an unusual or elaborate way. Одеваться, to dress someone, кого-либо, or oneself, или самого себя, especially, специально in an unusual, в необычном or elaborate way. Или elaborate, в каком-то детально продуманном way, пути, да, в каком-то детально продуманном варианте, в каком-то детально продуманном стиле. То есть, как-то одеваться экстравагантно, да. И второй перевод здесь же, вот, собственно, я эту ссылку открываю. Здесь, смотрите, to decorate or keep. Декорировать или экипировать something, что-либо, in an extravagant way, в экстравагантном, опять же, ключе, в экстравагантном стиле. И получается, здесь сразу же пример идет. Tricked out his car, да. Вот как раз экипировал машину каким-то образом, необычным. И вот он говорит, we should be tricking out an armored car. Мы должны по-особенному декорировать armored car. Armored уже было, кстати, в этом же мультфильме, когда они забирали машину у пурпурных драконов с деньгами. Armored, бронированную. Мы должны бронеавтомобиль декорировать особым образом уже прямо сейчас. We should be, да, нам бы уже следовало. By we, you mean me. By we, you mean me. By we, под мы, да, говоря мы. You mean, ты имеешь в виду me. Меня, да, ты имеешь в виду я. То есть, говоря мы, ты имеешь в виду я должен этим заниматься. And I don't have the time. And I don't have the time, он говорит. Вот, опять же, тот случай, когда and переводится как не и, а как а. And I don't have the time. А у меня нет времени. Когда говоря мы, ты говоришь я, ты имеешь в виду, но у меня нет времени. Да? And I don't have the time. У меня нет времени. There's too much to do around here. There's too much to do. Вот, there is, вот это, начало предложения, которое мы переводим как есть что-либо. Вот тот случай, когда мы полностью опускаем этот перевод, да, не нужно. Смотрите, начинаем с too much to do. Too much. Слишком много. To do. Что, чтобы сделать, да? Слишком много дел. Around here. Здесь. Здесь и так слишком много дел. То есть, there's too much to do around here. Здесь и так есть слишком много дел. Вот это вот, there is, это вот как раз есть. Оно у нас не переводится вполне себе. There's too much to do around here. Здесь и так много дел. Besides. Кроме того. Where even do we keep the thing? Where even do we keep the thing? Он там очень быстро это проговаривает. Смотрите, еще раз. There's too much to do around here. Besides. Where would we keep the thing? Вот. Where even do we keep... Where even do we keep... Where even do we keep the thing? Where even? Где даже... Где хотя бы, да? Do we keep... Мы ее хранить должны. Да, где мы будем хранить the thing? Эту штуку. То есть, вот то, о чем ты говоришь, да? The thing. У них бывает такое, когда речь идет в разговоре о чем-то... О чем оба понимают... Оба осознают предмет разговора, да? То они его тут же называют thing, и все. Еще одно очень многозначимое слово. Очень часто они его используют в самых разных ситуациях. We can find a place. We can find a place. We can find a place. Мы сможем найти место. We can find a place. Just think about... Just think about... Хотя бы только просто подумай. О, overhauling the wheels. Just think about overhauling the wheels. Overhauling. Overhauling это вот как раз таки усовершенствовать, да? Перепланировать как-то, переработать, сделать как-то крутым, да? Наворочить, я не знаю. Оттюнинговать. Overhauling the wheels. А что такое wheels? Вообще, wheels это колеса, но американцы очень часто называют словом wheels просто транспортное средство целиком. То есть, как бы, неплохие колеса, да? Night wheels, говорят человеку, когда видят его автомобиль. Допустим, в каких-то фильмах там бывает такое. Мы, кстати, возможно, сами наткнемся на такие фразы еще. И вот здесь он говорит. About overhauling the wheels. О том, чтобы усовершенствовать автомобиль. Please, 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 please. Did I mention that you're my favorite turtle? Please, please, понятно, да? Did I mention that you're my favorite turtle? Did I mention? А я упоминал? Did I mention? Я упоминал? That you're my favorite turtle. Что ты моя любимая черепаха. А я говорил, что ты моя любимая черепаха, да? Шшшш. Леонардо is working on perfecting his ninjutsu skills. Леонардо is working. Леонардо работает on perfecting his ninjutsu skills. On perfecting. Над perfecting. Над улучшением. Perfect – это идеальный, вообще в высшей степени хороший. И, соответственно, perfecting – это оттачивание до идеала, да? Соответственно, he is working on perfecting. Над оттачиванием. Он работает над оттачиванием his ninjutsu skills. С его, то есть, своих ninjutsu скиллов. Скиллы, навыки, навыков. Perhaps something you too should consider. Perhaps something you too should consider. Perhaps. Возможно, perhaps, да, возможно. Something – это что-то такое. Это кое-что. You too should consider. Что вы двое, you too, should consider. Должны бы тоже рассмотреть. Consider, да? Принять во внимание. Здорово говорит. То есть, такой... Вообще, ирония сыплется во все стороны из мастера Сплинтера в мультфильме 2003 года. И очень сильно он оттеняется от того же самого Сплинтера в Черепашках 80-х, который был там абсолютно тупой, из-за которого все проблемы постоянно случались. Вот прям здорово. Perhaps something you too should consider. Давайте посмотрим, как в дубляже это прозвучало. Видишь, Дан, мы можем сделать свой вездеход. Я и имя ему придумал. Его зовут Вездеход. Ну, нормально. Бэтл-шелл. Тут не успеешь перевести. Просто времени не хватит, чтобы сказать вот этот Бэтл-шелл. Я все просчитал. Видите, я все просчитал. Ну, I got it all figured out. У меня все продумано. Рубонаддув. Двойной протектор. Штучки, выстреливающие сзади. Это будет самая крутая машина. Видите? Это будет самая крутая машина. We should be tricked out. Нам бы следовало усовершенствовать. А это будет самая крутая машина. Про турбонаддув ничего не буду говорить. И про то, что он там сказал. Про протектор. Потому что здесь это явно... Возможно, что это и так. Я здесь не имею права что-то корректировать. Подмы ты имеешь ввиду меня? У меня нет времени. Здесь и так полно работы. И к тому же, где нам ее держать? Да мы найдем место. Ты только придумай, как ее сделать. Пожалуйста. Не придумай, как ее сделать. А ты подумай о том, чтобы ее сделать. Он не с... Он... Видите? В оригинале он вообще не ставит под сомнение способность Донателло сделать этот автомобиль. А здесь вот получается так. Пожалуйста, пожалуйста. Но, но, но. Ты же лучшая черепашка в мире. Штучки. Ты же лучшая черепашка в мире. Зачем? Почему лучшая черепашка в мире? Ну почему не сделать как есть? А я говорил, что ты моя любимая черепаха? Ну здорово же. Ой. Леонардо отрабатывает боевые навыки ниндзя. Вам тоже не мешало бы этим заняться. Видите, да? В данном случае вот эта фраза, она даже с мимикой. То есть, как он вот это смотрит, таким немного хитрым глазом на них. Perhaps something you should consider. Не стакается с тем, что он тут сказал. Вам бы тоже не мешало. Ну что значит не мешало? You should consider. Вам бы... Вам бы рассмотреть, да? Не хотите вообще подзадумываться, да? Не интересует, да? Намного больше иронии было в оригинале. Ну ладно, бог с ним. Погнали. Дальше. Леонардо, leaping split kick. Давайте допереведем вот этот кусок против. Черепаха еще. Ну, вернее, про эпизод в доме. А потом дальше про Кейси. Леонардо, leaping split kick. Леонардо, leaping split kick. Leaping. Leap это прыжок. Был в Assassin's Creed и есть leap of faith, да? Прыжок веры знаменитой. И вот он говорит leaping split kick. Как бы прыгающий, split, раздельный, да? Kick. Удар ногами, да? Раздельный пинок. Получается двойной удар ногами в прыжке. Ну, двойной до того момента, покуда ног две, да? Это, видимо, для них так же, как и для нас. Леопинг split kick. Двойной удар ногами в прыжке. Try again, my son. Try again. Попробуй снова, my son, мой сын. It will come with practice. It will come with practice. It will come. Это придет. Как бы, это придет. Что это? Ну, вот, то, что ты хочешь, да? Проворство в этом, да? Вот, какой-то, какой-то идеал. It will come. С чем? With practice. С практикой. Donatello. Donatello. If you build it, we will ride in turtle style. Donatello. If you build it, we will ride in turtle style. Здорово. If you build it, если ты построишь его, we will ride. Мы будем ездить in turtle style в черепашьем стиле. В каком черепашьем стиле? Ну, просто очень люблю майки в оригинале. Просто вот, несмотря на то, сколько мне лет уже сейчас, вот, всегда вот прикольно с ним подурачиться. Смотрите, что здесь очень важно. If you build it, да? We will ride. Такое предложение. Если вот это, то будет вот так. Да? У нас это оба, оба составляющих должны быть в будущем времени. Если ты сделаешь, мы будем ездить. Сделаешь, да? А тут if you build it, если ты строишь его, если ты делаешь, да? То есть в simple времени идет первая половина. Не if you'll build it и не you will build it, а if you build it. Если ты строишь его, we will ride. Мы будем ездить. Понимаете? If I find, I'll call you. Если я найду то, что тебе нужно, я тебе позвоню. If I find, да? Вот. И это такой триккий момент. То есть о нем надо постоянно помнить, чтобы он был. Вот здесь хорошо. If you build it, если ты построишь его, если ты его сделаешь, we will ride in turtle style. Here, motor mouth. Here. Вот. Motor mouth. Motor mouth. Mouth это рот. Motor, соответственно, моторный какой-то очень такой неугомонный. Да? Motor mouth. Он его так прозывает здесь, да? Болтун. Here, motor mouth. Вот, болтун. Make yourself useful. Make yourself useful. Сделай-ка себя полезным. Make yourself useful. Принеси пользу, короче говоря. Hang this up someplace nice. Hang this up someplace nice. Hang this up. Прибей это. Hang this up someplace nice. Someplace nice. Хорошая конструкция тоже. Где-то в подходящем для этого месте. Да? В каком-то месте хорошем. Some place nice. В каком-то месте, которое будет хорошим. Они постоянно это говорят. Some place nice. А у нас такая конструкция сильно не работает. Я не знаю, как ее буквально переводить. Вот запоминайте, как есть в оригинале. Some place nice. Hang this up. Some place nice. Теперь смотрите, что в дубляже. Леонардо. Двойной удар сверху. Двойной удар сверху. Ну, типа липин. Прыжок как бы сверху вниз. Ну да. Двойной удар сверху. Нет. Он не говорил там ничего, да? А тут добавили нет. Попробуй еще раз, сын мой. Со временем научишься. Ну это нормально, просто прекрасно. Донателло. Донателло. Если ты его сделаешь, мы будем ездить как черепахи. Тоже хорошо, нормально. Эй, Болтун. Займись полезным делом. Пойди прибей табличку Настину. Пойди прибей табличку Настину. Hang this up. Some place nice. Куда-то в подходящее место прибей. Не просто Настину. Он не сказал ему Настину. У него нет задуманного места. Он доверяет это Майке, да? Вот как получается. То есть дубляж изъял два очень важных семантических момента. Получается, на основании русского дубляжа Майке сомневается в возможности Донни прямо сейчас собрать батлшелл. Да? Что ему нужно еще придумывать его. Не просто подумать о том, чтобы это сделать и найти время. А прям придумать как. Да? А во-вторых, забирает у нас уверенность Донателло в том, что Майке сам знает, куда прибить эту табличку. Так, и давайте кусочек с Кейси, чтобы не короткий ролик был для вас. Донателло в себе. Смотрите, Бук-фрик-бой. Если вы против этих пирпл-драгон-скум, то вы в моей пути, и вы будете на мне. И вы будете на мне. Донателло. Хоккей-сесон-соу. Да? Ну, бейсбол в сезоне! И так и ты, ты фрик-фрик-фрик-фрик-вырдой! Батерап! Бай! Плейбол! Разбираем. Слушай, я пытаюсь тебе сказать что-то. Слушай, я... А какие планы на вечер? Спасибо, Алиса, мне ничего не нужно. Знаете, у ботов тоже есть чувства. Ну, к этому уже можно привыкнуть, это уже не первый раз. А он говорит... Нормально. Он говорит... I'm trying to tell you something here. I'm trying to tell you something here. Слушай, I'm trying... Я стараюсь to tell you... Сказать тебе something, кое-что. Here. Здесь. Я тут тебе кое-что сказать пытаюсь. But you're really working on my last nerve. But you're really working on my last nerve. But you're really working. Но ты на самом деле, but you're really working, работаешь on my last nerve, на моем последнем нерве. То есть ты уже на волоске, на последней, на последней нитке моих нервов сейчас находишься, да? Исчерпываешь терпение. But you're really working on my last nerve. Is that right, говорит Кейси, начнет махать клюшкой. Is that right? А вот так, правильно? Look, I think you're trying to do the right thing. Look, I think you're trying to do the right thing. Look, смотри. I think, я думаю, you're trying to do... Что ты стараешься делать the right thing. Правильную вещь. But you're going about it all wrong. But you're going about it. Но ты... But you are going about it. То есть идешь об этом, да? Проходишь об этом, да? Going about it. То есть ты исполняешь плохо то, что ты правильно задумал. Ты задумал хорошую вещь, но ты ее делаешь не так. But you're going about it all wrong. Вообще неправильно. Полностью неверно. All wrong. You gotta get control of yourself. You gotta get control of yourself. Взять контроль of yourself. Над самим собой. То есть банально взять себя в руки. Говорит Look, freak boy. Послушай-ка, мальчик-фрик, да? Freak boy. If you're protecting... Если ты защищаешь those purple dragons, скам, этих отбросов фиолетовых, не пурпурных, да? Драконов, уже purple dragons, скам, нормально зашло за эту серию. Уже привыкли мы с вами, да? К этому. Если ты защищаешь... If you're protecting those purple dragons, скам... Then you're in my way. Then you're in my way. Тогда ты... Значит, да? Что ты на моем пути. Then you're in my way. And you're going down, too. And you're going down, too. And you're going down. И ты идешь вниз, да? То есть... И ты утонешь тоже, да? То есть тебя я тоже утоплю. And you're going down, too. То есть тебя я тоже... Не пощажу, так сказать, да? You're going down. Ну вот дословно переводить получается такая очень пафосная фраза. You're going down. Hockey season's over, говорит. Хоккейный сезон завершен. И выбивает ему клюшку. Говорит, yeah, да? Then, well, baseball's in season. Well, ну, baseball is in season. Как раз в сезоне, да? То есть бейсбольный сезон в разгаре. And so are you, you freaky freaking weirdo! And so are you. И ты тоже. То есть ты тоже вот в разгаре. То есть сейчас с тобой займусь. And so are you, a freaky freaking weirdo. Freaky, да? Фриковый. Freaking, еще раз фриковый. Weirdo. И weirdo это тоже странный. То есть и freak странный, и weirdo странный какой-то нелепый. То есть ты странный-странный нелепый чел. То есть очень такая... Better up! Better up, он говорит. И смотрите. Fine! Play ball! И он говорит fine, play ball. Better up, play ball. Я уверен уже на тысячу процентов, что это два бейсбольных термина, которые используются для обозначения некоторых отрезков игры. Better up, потому что бита, да? Bet. Better up. Да, похоже, когда вызывают человека занять вот место этого отбивающего сбитой, произносится команда better up. Или где-то в начале каких-то вот таймов, если там они есть. Вот как раз в бейсболе я не разбираюсь. И play ball, судя по всему, это какой-то на нее либо ответ, либо просто еще одна фраза из бейсбольного обихода. Потому что они оба друг друга прекрасно поняли. Он сказал better up, этот ответил play ball. Так вот, если вы разбираетесь в бейсболе, вдруг... Бейсбол не самая популярная вещь в России. Если вы знаете, как это работает, то, пожалуйста, расскажите в комментариях. Вот об этом я бы очень хотел узнать сам. Ну что, в чем в чем, а в бейсболе я не понимаю. Давайте посмотрим дубляж на всякий случай. Слушай, я пытаюсь тебе объяснить, но мое терпение уже кончается! В принципе, вот как раз, да? But you're really working on my last nerve. Ты на моем последнем нерве. Неужели там не было? Там было? Is that right? А вот так правильно, да? То есть ты пытаешься мне объяснить? Вот я исполняю. Хорошо полностью. Ну не то, что нам не по пути. You're on my way. И как раз таки ты у меня на пути. Не то, что нам не по пути, а ты прям у меня на пути. То есть мы прям радикально разные. И тебе тоже не поздоровится! Ну, you're going down. Ладно. Хоккейный сезон окончен. Видите, он сказал подача, а здесь он отвечает, что-то сыграем. Вот плейбол, видимо, да, команда начать игру. По всей видимости, именно так и работает. Давайте посмотрим, чем там закончилось с табличкой и уже будем закругляться. Смотрите, он вешает табличку с надписью Sewer, Sweet Sewer. Это вариация на Home, Sweet Home, да? То есть та надпись, которая почти у каждого дома в англоязычном мире присутствует. Да, либо на коврике на предверном, либо где-нибудь на стеночке написано в прихожей. Да, Home, Sweet Home. Дом, милый дом. Sewer, Sweet Sewer. Канализация, милая канализация. У-у-у-у,َّ Я вижу, что я оказал. Откуда, минары 저희가 Moscатом. Осторожно, почему мы заслон briiques�ом? Продолжение следует... Большой кусок, давайте переведем. What's this wall made of, он говорит. What's this wall made of? What is this wall? Что есть эта стена? Made of. Сделана из. То есть из чего эта стена? What's this wall made of? Вот так задается такой вопрос. Он здесь говорит с таким немножко искаженным произношением. По всей видимости, у него еще пара гвоздей во рту есть, да? Он подошел, да? И говорит, all right, tough guy. All right, tough guy. All right, хорошо, tough guy. Помните, да, tough guy? Я вам как-то рассказывал про то, что это некое амплуа в хоккее с шайбой на льду, где самый здоровый чел, который отвечает за силовые приемы, он называется tough guy. То есть жесткий, здоровый, да, крепкий парень. Tough guy. И вот этот вот самый tough guy, вот он примерно здесь и присутствует. All right, tough guy, let's dance. Ну-ка, давай-ка, здоровяк. Let's dance, потанцуем. Да, вот что он ему говорит. Да ну, не ему, а этой стене, да? То есть, ну что, ну-ка, иди сюда. Говорит, guys, look what I found. Guys, ребята, look what I found. Ну, смотрите, что я нашел. Look what I found. Почему Луки, ну, видимо, вот от изумления, да, от того, что вот произошло. It's a door, это дверь of some kind, какого-то рода. Это какого-то рода дверь, какого-то вида, да, some kind. Be careful, будь осторожен, да, будьте осторожны, be careful. Why are we whispering? Why are we whispering? А почему мы шепчем, да, почему шепотом-то? That's some stank. That's some stank. That's, это сам определенный, да, некоторый stank. Запах, да, вот вонь какая-то. Вот это вот вонь. That's some stank. Немножко воню, да, но в смысле сам, потому что их тут целое облако окружило. Тут как раз-таки сам в значении, вот нифига себе, то есть много. Говорит, don't look at me, my brother, remember, he who smelt it, dealt it. Говорит, don't look at me, my brother, не смотри на меня, мой брат. Remember, помни, he who smelt it, dealt it. He, он, да, who smelt it. Кто smelt, учуял это носом, да, кто учуял это. Он вот тот, кто учуял это, dealt it. Сделал это. He who smelt it, dealt it. Чисто абсолютно вот этот момент, что они подростки, черепашки. Получается, у них такая шутка, вот прям вот, я не знаю, вот класс третий, четвертый на самом деле, вот совсем вот. Знаете, у нас были такие в школе, и они тоже были рифмованные как раз-таки насчет того, когда ты объявляешь о том, что если пахнет, да, значит, это ты сделал. Вот оно. He who smelt it, dealt it. Так, длинная фраза, ну-ка. Hey, I've found a bunch of these crystals. I've found, я нашел a bunch, кучку, да, of these crystals, вот этих кристаллов. While I was cleaning up. В то время, когда, пока я was cleaning up, пока я прибирал the layer, наше, эм, логово. They're all broken, though. Хотя, though, да, они все сломаны. They're all broken. Они все сломаны, хотя. Where's the power source for this room? Where's the power source? Где источник питания, power, да, энергии? Source, источник, да, for this room, для этой комнаты. I don't see any wires. I don't see any wires. Я не вижу каких-то проводов. Hey, are we moving? Hey, are we moving, говорит. Эй, мы что, двигаемся? Are we moving? Мы двигаемся. И давайте сравним с дубляжом. Особенно интересно, что там с шуткой про who's melted. Из чего эта стена? Нормально. What's this wall made of? Что? Не может быть. Смотрите, да, добавили фраз. Тут ничего не было. Не было, не может быть, не было что. Просто он ушел, и все. Ну, погоди у меня. Пляшем. В принципе, нормально, потому что all right tough guy. Я не знаю, как это переводить. Это для русского уха будет прям совсем никак. Смотрите, он говорит довольно громко сейчас. А там он говорит, it's a door of some kind. Так уже удивлен, а тут вроде похоже на дверь. Осторожнее. И этот говорит громко, да, осторожнее. А почему шепот? И вот он спрашивает, почему шепотом? Вот он один шепотом. Вот видите, нестыковочка. Где шутка? Нету шутки. Видимо, она показалась настолько из тупой американской комедии, что ее даже не попытались запихать за бляж. Возможно, как-то не хватило места. А еще вероятнее, что просто не смогли ее адаптировать. Потому что если брать ее, как ее в школе шутят, то там это не очень корректно. Вот. Поэтому, ну, в оригинале была. Эй, я нашел кучу таких же, когда делал уборку в нашем новом доме. Но они были разбиты. Нормально. They're all broken, да, они разбиты все. А где здесь источник питания? Я не вижу проводов. Здесь вообще все прекрасно. Эй, мы что, взлетаем? Не взлетаем. Движемся. Are we moving? Почему взлетаем-то? Как он вообще понял, что взлетаем? Что ни вправо, ни влево едем? Ну, оставим на совести создателей дубляжа. В любом случае, он очень хорош. Тут чаще я говорю, что прекрасно переведено, нежели начинаю докапываться. Друзья, я думаю, на этом нужно прекратить, потому что получается уже теперь много. Я думаю, что вам хватит. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на этот канал, если вы этого еще не сделали. Оставьте любой комментарий внизу, это очень поможет этому ролику. Конечно, не забудьте поставить лайк под этим видео и под предыдущим, если вы еще не сделали этого, потому что под предыдущим мы собирали лайки на выход этого. И на нашем канале еще много всего интересного. Заглядывайте туда почаще. Ваш английский здесь будет развиваться семимильными шагами и молниеносными темпами. Спасибо еще раз, друзья, за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok